Друзья, приветствую! Евгений из Владивостока прислал посылку с образцами масла Extreme AMG VR2 530 GTG. Так, вот описание автомобиля. Масло. Это масло у нас свежие допуски имеет. Эльсак GF6A, C2, A5B5 на сайте. Ну, короче, опять какая-то перемешка с допусками. Обычные полнозольные, среднезольные, энергосберегающие. И три баночки. Две свежего и одна с отработкой. Свежие. Евгений попросил сверить из разных канистр. Так, эталон данного масла у меня есть, я уже его проверял, поэтому проверю сейчас свежие от Евгения. В эталоне щелочное 9, а кислотное 2,2 я выставлял. Давайте посмотрим, что намерит прибор. Ну, смотрите, вообще все. Точное совпадение. 99 процентов противоизносных присадок. Гликоли нет. Кислотное 2,13. Чуть ниже. И щелочное 9,1. Как будто щелочное чуть выше и кислотное чуть ниже. Да, но вот единственный момент какой-то сажа. Односотая, в принципе, пограничное значение, но не всегда она выскакивает с сажа. Почему сажа? Будем считать, что это погрешность измерения. И 364 вода. Ну да, все-все-все очень точно совпадает в данном случае. Так, и можно приступать к проверке и отработке. Второй образец свежего тоже был в норме. Так, это Toyota Voxy микроавтобус переднеприводный 2004 года с двухлитровым мотором. 1AZ FSE 152 силы. 173 тысячи пробега общего. Пробег на масле 3000 километров. Ну и бензин от 95 до сотого. По противоизносным присадкам в отработке 58 процентов. Значит, гликолия одна десятая. Здесь сотый бензин есть. Скорее всего от него. Так, блин, посмотрите как по саже нехорошо. Очень высокая сажа для бензина. Одиннадцать сотых. То есть процесс сгорания какой-то такой не самый эффективный. Так, и 3,10. 2,13 была свежая кислотная. Здесь 3,10. Почти на единицу выросла кислотная. Это много, честно говоря. За 3000. Хотя неизвестно какая средняя скорость. Так, щелочное 7,1 и 1000 ppm воды. 7,1. В принципе еще запас есть. Ну и пробег небольшой. 3000 километров. Здесь вот меня настораживает такая надпись в описании. Доливки масла не было. Обычно пишут без доливок. А здесь такое впечатление, что за 3000 уровень съела и владелец отобрал пробу. Ну, может я ошибаюсь. Так, сейчас покажу вам вязкость. Смотрите, с вязкостью вообще все супер. Никаких вопросов нет. Здесь я там увеличивал 2% из 100 увидел разжижение. То есть есть небольшое изменение, но и по сути это может списать на погрешность. Да, не забывайте отметить видео, подписаться. Каждый раз подписывайтесь. Шучу. И нажмите колокольчик. Так, и посмотрите, картина какая. Повторю, к сожалению, средней скорости нет. Моточасы не посчитать. Но по моющим нейтрализующим свойствам практически 7300 километров. Вполне вероятно, что очень низкая средняя скорость. По нитрованию 4900. Провалено. Ну и с вязкостью нет проблем. По нитрованию, что здесь вероятнее всего? Все-таки, если есть расход масла, мне кажется, здесь есть прорыв газов и газы ускоренно окисляют в картере масло или забитый воздушный фильтр, ну или катализаторы. Вот такая классика. На богатую смесь, забогаченную смесь, как вот я недавно проверял, и тут по тесту вылезла забогаченная смесь. Тут не похоже, потому что, в общем-то, на вязкости это не отражается. Не вижу я там большого количества топлива в масле. Вот. Но, тем не менее, ускоренное окисление происходит с маслом. Вот сажа. Возможно, это косвенный показатель, что есть прорыв и, может быть, какие-то, я не знаю, там пропуски или не так эффективно сгорает за счет того, что камера не не идеально уплотнена. Что тут можно сказать? По гликоле понятно, сотый бензин присутствует. Вот. Надеюсь, владелец тут немножко разъяснит картину с масложором. Вот. А так, да, все-таки год дает о себе знать. 18 лет автомобилю и 173 тысячи пробег, может быть, и побольше. Поэтому, если работа мотора не идеальна, то, в принципе, дорогие масла, грубо говоря, мотор уравняется с недорогими по ресурсу. Вот. Такой мой взгляд. То есть, быстрее прикончит анализ масла. Ну, по сути, это анализ крови. И если человек болеет, то, естественно, что у 100-килограммового атлета показатели будут плохие, что у какого-то там дедушки 50 килограмм, который постоянно себя плохо чувствует. Такие же показатели будут. Поэтому вот такая картина. Вот такой получился тест. Благодарю Евгении за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.